Режим ЧС введен на территории Кубани на основании распоряжения главы Краснодарского края. Мы с вами сегодня проводим КЧС по принятию постановления губернатора о введении чрезвычайного положения в Краснодарском крае. Лобинский район также входит в число тех районов, которые попали в постановление. Поэтому мы с вами примем такую повестку дня о введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Лобинский район в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой и прошедшими чрезвычайными ситуациями, связанными с подтоплениями населения. В Лобинском районе с 26 июня также действует режим ЧС. Аналогичное постановление подписал глава Лобинского района Александр Садчиков. Мы все те пункты распоряжения губернатора и решения краевой КЧС продублировали в нашем решении с приложением наших проблем. Позвольте я зачитаю конкретные рекомендации, то, что мы вчера проговорили, по направлениям, по ведомствам, по отделам. Рекомендовать заместителям главы администрации муниципального образования Лобинский район находиться в закрепленных за ними поселениях для отслеживания складывающей обстановки вплоть до ее стабилизации. Заместителю главы администрации муниципального образования Лобинского района Гридневой Татьяне Степановне совместно с медицинскими работниками и работниками органов социальной защиты населения провести обследование пострадавших домовладений в хуторе Сладком с целью оказания медицинской помощи, обеспечения питьевой водой населения. Аналогичные мероприятия необходимо провести в упорной, выполнить комплектование гуманитарной помощи пострадавшим, включая питьевую воду и продукты питания. В Лобинском городском поселении продолжить комплекс мероприятий по пропуску воды и контролю за гидротехническими сооружениями. «Каждый из вас на рабочем месте и должен понимать ту ответственность, которая на нас сегодня ложится. Серьезность ситуации вот в чем заключается. Не в том, что идет грозовой фронт, а в том, что никто не знает, где эта точка будет, на которую он вылезет. То ли это хутор, то ли станица, то ли город, то ли где-то в степи». Сегодня в управлении ГОЧЕ сообщают, что уровень воды в реках, в том числе в Лобе, стал постепенно снижаться. Но в прогнозах дожди продолжатся. Продолжение следует...